25 марта 1961 года в 200 километрах к северу от Ижевска приземлился космический корабль «Восток», на борту которого был манекен Иван Иванович и собака «Звездочка». Этой дворняге выпала честь проверить на себе работу всех систем, обеспечивающих жизнедеятельность на борту, в то время как датчики манекена фиксировали возникающие перегрузки. «Звездочку» не встречали с цветами и транспарантами, но именно ей было суждено проложить дорогу в космос для первого человека. На этот полет Сергей Королев, руководитель советской космической программы, сделал главную ставку. Если он пройдет успешно, человек полетит. Если нет, придется работать дальше над усовершенствованием «Востока». Самым сложным и непредсказуемым этапом полета было возвращение с орбиты. Несмотря на то, что «Звездочка» приземлилась живой и невредимой, слишком много было составляющих, чтобы исключать вероятность отказа. И первые космонавты шли на огромный риск. Именно на этап посадки пришлись громкие трагедии старта космической эры. Комаров, Волков, Добровольский, Пацаев. И несмотря на то, что сегодня технология посадки доведена до совершенства и отработана сотнями полетов, именно возвращение с орбиты домой остается самым волнующим моментом каждой космической экспедиции. 1957 год. Начало испытаний первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Прародительницы «Востока», «Восхода», «Союза». Тогда космическая программа воспринималась как производная главной задачи — доставки боевого, то есть термоядерного заряда, на территорию потенциального противника. И действительно, такой баллистический полет предполагает выход объекта за пределы атмосферы, в космическое пространство и затем возвращение в атмосферу с попаданием в задуманную точку. 21 августа 1957-го ракета Р-7, согласно отчетам, успешно выполнила испытательный полет, и головная часть поразила условную цель на Камчатке. Вот только по воспоминаниям Бориса Чертока, соратника Сергея Павловича Королева, поражение было расчетным, а остатки головной части, как ни искали, не нашли. И вот тут выяснилось, что обтекатель не выдерживал огромных нагрузок при возвращении в плотные слои атмосферы, прежде всего высокой температуры. Получилось так, что запустить на космическую орбиту первый спутник оказалось куда проще, чем вернуть на Землю полезную нагрузку. Мы чуть позже расскажем в деталях, буквально по минутам, что происходит в космосе, в небе и на Земле, и даже на море в момент возвращения космонавтов. А пока лишь заметим, что скорость спускаемого аппарата при сходе с орбиты достигает 30 тысяч километров в час. А при входе в атмосферу аппарат разогревается до 2000 градусов по шкале Цельсия. Эти условия мало назвать экстремальными. А учитывая то, что внутри спускаемого аппарата находятся люди, нужно еще и уменьшить, насколько это возможно, возникающие перегрузки. Кроме того, необходимо как можно точнее рассчитать траекторию приземления и обеспечить надежную работу автоматики, отвечающую за снижение и торможение корабля, чтобы поисково-спасательная операция прошла как можно глаже. Сколько бы лет не прошло, памятен пример экипажа «Восхода-2» Павла Беляева и Алексея Леонова, которые чуть не погибли от переохлаждения в тайге, когда их возвращение на Землю пошло не по плану. Операция по их эвакуации длилась двое суток. Сегодня технология посадки отработана сотнями приземлений, и все же тренировка космонавтов на случай нештатных ситуаций при снижении посадки это одна из важнейших составляющих подготовки экипажа. Эти навыки пригодились в 1975 году Василию Лазареву и Олегу Макарову, приземлившихся в безлюдных горах Алтая. А «Союз-23» Вячеслава Зудова и Валерия Рождественского и вовсе приводнился в озеро Тенгиз на границе Карагандинской области Казахстана. И пусть это единичные случаи, все без исключения экипажи проходят необходимую подготовку, и, разумеется, их знания и умения действовать в нештатных ситуациях проверяются на экзамене. Так что возвращение космонавтов на Землю начинается еще задолго до старта. Мы оставляем будущие экипажи готовиться к своим космическим миссиям в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке под Москвой и отправляемся на наших новых пикапах Mercedes-Benz X-класса в казахскую степь под Жасказган, в расчетный район, куда должна вернуться уже выполнившая свою задачу космическая экспедиция. Ну а по дороге в Казахстан мы не смогли не заехать на место приземления первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Это хороший повод поговорить о том, как проходила посадка первых космонавтов. Ведь если старт пилотируемого полета сегодня по технологии радикально ничем не отличается от тех первых пионерских пусков, то вот посадка проходит по совершенно иному сценарию. С куда большей точностью и куда меньшим риском для жизни и здоровья космонавтов. В штатном режиме за все отвечает автоматика, которая должна провести безошибочно и с точностью до секунды сотни операций, чтобы совпали многочисленные факторы, влияющие на условия и точность посадки. Чтобы нам попасть в узкомую точку, уезжаем из Саратова в город Энгельс. Граница этих населенных пунктов проходит прямо по фарватеру Волги. А дальше движемся вдоль берега на юг в район деревни Сменфа. Это сегодня здесь место паломничества. А тогда, 12 апреля 1961 года, все было по-другому. Гагарин приземлился на краю вон того поля, что виднеется сейчас, между деревьями. Его встретили два человека. Работница полевого стана Анихая Тахтарова и ее внучка, которая, испугавшись первого космонавта, тут же убежала. А Тахтарова, плохо говорившая по-русски, все-таки сумел объяснить Гагарину, где находится ближайший телефон. Он очень хотел доложить о своем удачном приземлении. Кстати, под Саратовом Гагарин оказался совершенно случайный. Его ждали в совсем другом месте. Проблема была в том, что из-за позднего отключения двигателя третьей ступени реальная орбита корабля «Восток» оказалась на 100 километров выше расчетной. Ну а кроме того, в конце полета тормозная двигательная установка сработала с недобором импульса. И автоматика выдала запрет на разделение отсеков, собственно, спускаемого аппарата и приборно-двигательного блока. Они разделились уже после того, как корабль вошел в плотные слои атмосферы, и соединительные кабели просто перегорели. Но расчеты по точке посадки оказались нарушены. И вместо степи в 110 километрах южнее Сталинграда первый космонавт планеты увидел под собой «Волгу». Именно здесь, в Саратове, Гагарин свершил свой первый парашютный прыжок. Именно здесь, под Саратовом, Гагарин поднялся первый раз в небо за штурвалом учебного самолета. И спускаясь на парашюте, а он катапультировался с 7-километровой высоты из спускаемого аппарата, Гагарин прекрасно видел местность и понял, куда он приземлялся, потому что именно эту излучину, именно эти города и деревеньки он много раз уже наблюдал. И прыгая с парашютом во время учебных прыжков, и находясь за штурвалом самолета во время учебных полетов. В Саратов Юрий Гагарин попал после окончания Люберецкого ремесленного училища по специальности формовщик-летейщик. Учеба продолжилась в Саратовском индустриальном техникуме. На третьем году учебы будущий космонавт приходит в аэроклуб ДСААФ, где прыгает с парашютом и осваивает легкий Як-18. На нем он налетал в 42 часа 23 минуты. И вот судьба его снова, в прямом смысле слова, забрасывает под Саратов. Кстати, то, что Гагарин спускался на парашюте отдельно от капсулы, очень важная деталь. Все первые шесть космонавтов, включая Валентину Терешкову, катапультировались на высоте 7 километров и приземлялись на парашютах отдельно от спускаемых аппаратов. Это правда довольно долго замалчивалось, потому что кому-то из кремлевских идеологов пришла в голову мысль, что, мол, таким образом нивелируется величие подвига первых покорителей космоса. Какая ерунда. Но в любом случае, имитация спускаемого аппарата здесь, на месте приземления Гагарина, в общем-то, грешит против исторической правды. Если верить воспоминаниям самого Юрия Алексеевича, он видел, спускаясь на парашюте, точку, в которой упал тот самый закопченный шар. И она находилась в 4 километрах отсюда, в сторону Волги, буквально на берегу реки. А судя по другим документам и фотографиям, можно определить, что с этой точки был виден уже Саратов, место довольно красивое, около деревни Смеловка. И сейчас мы попробуем его найти. Итак, на мониторе нашей навигационной системы деревня Смеловка обозначена нам сюда. Да, попробуем сейчас увеличить масштаб. Да, какие-то ниточки, какие-то ниточки тянутся к берегу Волги. Впрочем, что нам дороги, если у нас есть полный привод, большой дорожный просвет и понижающая передача? В конце концов, это полноценный вездеход. Так что прорвемся. Но пока внедорожный арсенал нам не нужен. От мемориала до деревни сегодня введет асфальт. Тогда была грунтовка. Впрочем, сама Смеловка на славе первого космонавта не очень-то разжилась. Это вам не Есенинская, Константинова или Моцартовский Зальцбург. Уверен, случись подобная история в Европе, так уже были бы рестораны, которые предлагали любимые блюда Гагарина. В полете, говорят, он мечтал о томатном супе, а сувенирные лавки были бы полны моделями Востока и магнитиками. Но Смеловка сегодня выглядит так же, как, наверное, и в 1961-м. Асфальт заканчивается на въезде в деревню. Место приземления спускаемого аппарата в километрах в полутора от околицы. Тут тоже бездорожье. Ну вот, похоже на это место. Вон окраина деревни, Волга. И если бы не вот эта молодая поросль по берегу, то был бы виден точно Саратов. Так что с воспоминаниями Юрий Ильича Гагарина все совпадает практически на 100%. Кстати, о деревне. Говорят, что когда спускаемый аппарат некоторое время лежал без охраны, то местные уже успели подразобрать гагаринский корабль на сувениры. И потом представители спецслужб целый месяц ходили по избам и изымали диковинные приборы. Ну а кроме того, долго-долго уже после гагаринского полета люди из деревни Смеловка ходили по миру с красивыми сумками из оранжево-розовой ткани, пошитыми из гагаринского парашюта. А еще бытует байка, что якобы когда гагарин приземлился, местные мужики приняли его за американского летчика и чуть не устроили самосуд вилами, лопатами и мотоциклетными цепями. Еще были свежи воспоминания годовалой давности о сбитом советской ракетой самолете-шпионе У-2 и его пилоте Гэри Пауэрсе. Но все это сплетни, перетекающий с публикации в публикацию на просторах интернета. А вот что говорят местные жители-свидетели. Да, в Смеловке нет туриндустрии, торгующей памятью о приземлении первого космонавта. Но есть сама еще живая память. Мы все испугались. Я вон мой дом, я там родилась, в том доме. И вот вон, простите, последний дом. Он так у нас и был всегда последний. Ну а мы были с мамой как раз в огороде, пололи. Так. Вот, апрель месяц, мы там сажали, пололи, я уже сейчас точно не помню, но были в огороде. И вот летит что-то огромное, белое. Это парашют-купол. Парашют-купол, да. Мы увидели. И все туда. И тут ребятишки, все мы туда побежали. Смотрим, вот. А оно здесь, ну сколько? Километра, наверное, два было от нас вот. А там эти сады узморские были. И мы мимо этих садов и туда на гору. Вот прибежали и увидели мы уже вот шар, парашют. Ну его там кто первый уже подъехали, его собрали. А был огромный шар такой вот. Там иллюминаторы какие-то. И он был такой вот, ну как фольга. Как фольги покрытый такой вот, блестящий. Ну нам всем было интересно. Все. А потом прилетел вертолет, прилетели военные. Оцепление выставили. Оцепление выставили, да. Кто-то там у нас в море, вот там, эти мужчины, они там где-то недалеко на тракторе работали. Вот. Они там даже залазили, когда это, они даже в этот... А правда говорят, что успели что-то на сувениры вытащить? Вот я говорю вам, они там залазили, а что уж они там брали, не брали, я уже не помню. Ну мы вот такими пацанетами были, что мы там были. Мне, наверное, лет 13 было, 14. А потом прилетели два вертолета больших, больших. И вот его зацепили и повезли. Это мы тоже присутствовали при этом. А правда, что из шар, что из парашюта успели немножко ткани прихватить и сумки пошили? Ой. Это правда или нет? Или это ерунду говорят? Кто его знает? У нас что-то такого не слышали мы. Что-то про такое не говорили. Про такое не говорили. Вот я помню, что что-то говорили тогда... Там сразу охрана была. Да, ну какой-то вот узморский, он что-то там, я не знаю, тюбик или что. Вот это, я помню, был разговор, что-то какой-то этот взял он. Вот тюбик или что-то они говорили. Или бутылочка там или какая. Ну вот что-то такое. А что бы там на лоскуты? Не знаю. Парашют? Не знаю. Значит, ерунду говорят. Спасибо вам большое. Теперь будем знать правду. Ну вот. Удачи вам. Хорошо. Посадка Гагарина была запланирована в степи на границе Сталинградской области и Казахстана не случайно. Большие открытые безводные пространства идеальны для безопасного приземления и успешной поисково-спасательной операции. Интересно, что отечественная космическая техника сразу создавалась для посадки на сушу. Американская же была ориентирована на приводнение. Безусловно, такой способ проще с точки зрения обеспечения мягкой посадки, но требует несоизмеримо больших усилий для эвакуации экипажа. Ну а если, например, шторм? Так что посадка в пустыне предпочтительнее. А специалистам ОКБ-1, где создавались Востоки, а затем Восходы и Союзы, пришлось приложить максимум усилий, чтобы сделать момент касания о Землю наиболее мягким. Начиная с шестого полета отказались от рискованного катапультирования, и космонавты стали приземляться внутри корабля. Сегодня направленный вниз источник гамма-излучения позволяет автоматике максимально точно определять расстояние до поверхности и в нужное мгновение обеспечить работу тормозных пиропатронов. Так что в самый последний момент мягкую посадку вместе с парашютом обеспечивает и направленный взрыв. Параллельно совершенствовались и системы ориентации корабля, и подавляющее большинство посадок происходит в заранее рассчитанных квадратах Степного Казахстана. Это дало возможность не только сконцентрировать силы и технику в нужном районе, но и накопить опыт поисково-спасательных работ на конкретной местности. Мы мчимся на наших новых пикапах Mercedes-Benz X-класса в Караганду, чтобы подготовиться к встрече 55-й экспедиции МКС. Караганда – город космический. Здесь есть звездная аллея, гостиница «Созвездие», гостиница «Космонавт», улица Валентины Терешковой, улица «Юных космонавтов» и, естественно, памятник Юрию Алексеевичу Гагарину. Конечно, Гагарин – символ, оно понятно, почему именно он. Но если следовать исторической правде, то здесь должен был бы стоять Андриан Николаев, потому что именно его «Восток-3» стал первым кораблем, который приземлился здесь, на земле Казахстана, в районе Караганды, около города Каракалинска. Это в 180 километрах на восток отсюда. И с тех пор практически каждое приземление космонавтов происходит здесь, на территории Карагандинской области. Не случайно все поисково-спасательные экспедиции стартуют отсюда. Из города Караганда. И сегодня у нас будет прекрасная возможность присоединиться к специалистам, которые едут встречать космонавтов. Но мы поедем не как туристы, мы будем выполнять еще ответственную миссию. Наши «Х-классы» будут работать, повезут часть оборудования, необходимого для осуществления прямой трансляции с места посадки. Итак, грузить оборудование и на брифинг. Поскольку посадка происходит далеко от автомобильных трасс, в операции задействуются внедорожная техника и вертолеты. Каждое место посчитано, каждый килограмм груза наперечет. Так что с удовольствием предлагаем нашим коллегам, обеспечивающим телетрансляцию приземления, воспользоваться нашими машинами, чтобы загрузить часть оборудования. А дальше спешим на брифинг. Именно здесь все службы, участвующие в поисково-спасательной операции, докладывают о готовности. Именно здесь оглашается окончательный график этапов приземления космического аппарата и работы служб на Земле и в воздухе. И именно здесь ты понимаешь истинные масштабы происходящего. Только на месте приземления задействовано 8 вертолетов, 4 эвакуационно-спасательных машины, знаменитых вездеходов «Синяя птица» и около 200 человек. Несколько самолетов обеспечивают наблюдение и актуальные метеосводки. А если что-то пойдет не по плану, в готовности пребывают даже корабли Тихоокеанского флота. Мы тоже проходим инструктаж, как и все участники операции, и в путь в степь. Мы едем несколько быстрее наших коллег, поэтому вырвались вперед. У нас есть GPS-координаты. Самое главное – не сбиться с пути. Вообще по степи можно ездить не только по дорогам, но лучше, лучше ездить по ним. Наверное, человеку неискушенному трудно представить себе, что дорогой называется вот эта едва читаемая тропка, но это факт. Самое интересное, что мерседесовская навигация эту самую тропку знает. Вот она, эта ниточка, которая соответствует той самой дороге, условно в кавычках, по которой мы едем. Так что к цели мы идем курсом верным. Тем более, что вон на горизонте уже появляются синие птицы, знаменитые транспортеры, которые работают в поисково-спасательном отряде уже десятилетия и стабильно, надежно обеспечивают доставку космонавтов и спускаемого аппарата с места приземления космонавтов до вертолета. Ну, а, собственно говоря, сам спускаемый аппарат на аэродром, для того, чтобы потом его уже перевезли в Москву. Ну вот, похоже, что мы на точке. Ошибиться сложно. Ребята знают, куда ехать гораздо лучше нас. Ну, а то, что они оказались первыми, это, в общем-то, неудивительно. Итак, коллеги разворачивают оборудование, а для нас начинаются томительные часы ожидания, которые вдруг прерывает голос из рации. Мы слышим, мы слышим экипаж, а это значит, что до момента приземления остается менее, менее 18 минут. На высоте 40 километров начинается УКВ-связь, и на высоте 10 километров 700 метров у них откроется парашют. Вон, уже вышел парашют тормозной, и сейчас появится основной. Все рассчитано по минутам. И весь процесс занимает меньше часа отключения тормозных двигателей до посадки. Но все равно, именно приземление остается самым рискованным и самым сложным этапом всего космического полета. Согласно регламенту, экипаж занимает места в спускаемом аппарате за три часа до расстыковки. Задраиваются люки. А уже через три часа после отделения корабля от станции начинается торможение и сход с орбиты. Следующий этап — отделение приборного отсека и бытового отсека от спускаемого аппарата. Это происходит на высоте в 140 километров. Далее вход в плотные слои атмосферы. Скорость корабля падает до 790 километров в час, и на высоте 10,5 километров выбрасывается вытяжной парашют. Затем на высоте 8,5 километров открывается основной купол. А вот теперь начинается то, ради чего мы сюда приехали. Мы срываемся с места и несемся на перегонки со спускаемым аппаратом, который ветер сносит на восток от предполагаемой идеальной точки. Это нормально. Точность приземления в несколько сот метров или даже в 2-3 километра все равно кажется просто фантастической. Судя по всему, на сей раз аппарат приземлится километрах в полутора. Самое главное — не угодить в яму или канаву глубже оси колеса, а все остальное машина стерпит. Как стало понятно уже из первых переговоров, экипаж чувствует себя прекрасно, все прошло хорошо, без проблем и, в общем-то, в штатном режиме. Ситуация, может быть, осложняется немножко тем, что спускаемый аппарат приземлился вертикально, люк находится сверху, и теперь для эвакуации экипажа необходимо выстроить специальный подиум. Он уже готов, его элементы сейчас собирают на ваших глазах, и там есть некое подобие такой почти детской горки, по которой, собственно, космонавты и будут спускаться. Первым корабль покидает командир экипажа, он сидит в середине, затем бортинженер и космонавт-исследователь. После того, как космонавты покинули спускаемый аппарат, их перенесли сюда на специально расставленные шезлонги, где проходит первичный медицинский осмотр. Уже, кстати, известно, что у Антона Шкаплерова пульс 89-90, чувствует он себя хорошо, и, обратите внимание, у него на коленях стоят любимые им вишни. Это близкие и коллеги по работе позаботились заранее, сделали Антону сюрприз. А после того, как медики осмотрели космонавтов там, на шезлонгах, после того, как они поговорили по спутниковым телефонам со своими родными, их дальше переносят в медицинскую палатку для более детального освидетельствования. Но туда уже вход подавляющему большинству из тех 200 человек, что обеспечивают здесь, на месте, приземление их закрыт. Там работают только специалисты Института медико-биологических исследований. Ну вот и все. Экипаж здоров, космонавты чувствуют себя хорошо, вертолеты уносят их в Караганду, где уже через час они предстанут перед журналистами на пресс-конференции. Наши новые Mercedes-Benz X-класса тоже успешно выполнили свою миссию, и теперь им осталось столько доставить нас домой. Те технологии, о которых мы рассказали вам сегодня, возможно, уже через несколько лет станут историей. В 2021 году в первый полет в автоматическом режиме должен отправиться уже принципиально новый корабль «Федерация», а на 22-й уже намечен полет «Федерации» с экипажем. Космический корабль «Федерация» кажется какой-то декорацией из фантастического фильма. Для каждого, кто хоть раз заглядывал через иллюминатор, пусть даже в макет космического корабля «Союз» и видел, как там тесно. Не то, что троим, одному-то еле развернуться, а здесь либо четыре, либо шесть ложементов, и я могу стоять в полный рост. И еще одна очень важная деталь, которая у многих может вызвать улыбку у людей, не сведущих, непросвещенных, а вот специалисты космической техники и особенно космонавты высоко оценят наличие полноценного санузла на этом космическом корабле. Немногие, наверное, догадываются о том, что до сих пор ни в одном из средств доставки человека с Земли на космическую орбиту не было полноценного туалета. Более того, в конкуренте федерации американском корабле Eagle его тоже не будет. Так что наша разработка и в этом смысле тоже уникальна. Но самое главное, федерация многоразовый корабль, рассчитанный минимум на 10 полетов, а еще он в перспективе способен не только к приземлению, но и к посадкам на Луну и Марс. Под него готовится и новый носитель «Союз-5», который придет на смену нынешнему «Союзу-ФГ», наследнику знаменитых «Востока» и первой межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, выводившей первый спутник. Но это будет уже совсем другая история, которая позволит человечеству идти дальше сквозь время и пространство. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова